Прежде всего, большое спасибо Эвелина за предоставленную возможность общения с российским народом на таком важном канале, как ваш. Между Венесуэлой и Россией существует многолетняя дружба. Можно вспомнить, например, что еще один из героев нашего освободительного движения, Миранда, был здесь и обменился мыслями с Екатериной Второй. А в недавней истории команданты Чавес и президент Путин тоже очень подружились. Уго Чавес 10 раз приезжал в Россию. Мы развивали очень многие проекты, большей частью связанные с таким профилем наших стран, как добыча энергоносителей. Как Россия, так и Венесуэла владеют огромными запасами нефти и газа. Также мы сотрудничаем в таких областях, как военная техника, культура, горнодобывающая промышленность. И, конечно же, у нас очень много дальнейших планов совместной работы. На международной арене нас объединяет концепция многополярности, руководствуясь которой мы осуждаем каждый раз тех, кто пытается вмешиваться в политику других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил информационную войну, направленную против Венесуэлы, с геноцидом, а с геноцидом во время Второй мировой войны. Что принесло это венесуэльскому обществу? Как это повлияло на ситуацию внутри страны? Дезинформация – очень распространенная практика, которую осуществляют в первую очередь государства и правительства западных стран. Должен сказать, что на нас очень повлияла политика, проводимая Соединенными Штатами и Европейским Союзом. После прихода власти Уга Чавеса в 1998 году и до сих пор при президенте Мадуро, мы видим, как распространяется дезинформация с одной единственной целью – дестабилизировать наше государство, для того, чтобы потом можно было говорить, что у нас недееспособное правительство. Но на практике все обстоит совершенно иначе, поэтому очень важно не воспринимать дословно то, что говорят эти тысячи западных СМИ, которые ежедневно ведут бомбардировку нашего правительства, нашего народа. Поэтому нам важно использовать каждую возможность для того, чтобы разъяснить, как у нас обстоят дела, объяснить гражданам, в данном случае российскому народу, что происходит в нашей стране. Внутри Венесуэлы происходит сплочение или наоборот вы видите риски социальных протестов, политических протестов. В России это называют феноменом российского народа. Чем больше, чем сильнее внешнее давление, тем сильнее сплоченность внутри страны. А как это в вашей стране? Смотрите, вы только что назвали еще одну причину, еще один момент, который нас ближает и делает нас очень похожими. В случае венесуэльского народа мы, конечно же, не можем сказать, что нет таких групп, которые не согласны, которые враждебны боливарианскому правительству ни при Чавесе, ни сейчас при Мадуро. Но мы видим, что большинство нашего общества увеличивает свою поддержку боливарианской революции. Это подтвердили и выборы президента 20 мая в прошлом году, и выборы в Национальную ассамблею, в которых участвовали более 80% граждан, и выборы губернаторов и алькальдов. Сегодня у нас нет социальных протестов. А теми, что были в 2017 году, с апреля по июль, руководили извне. Тогда правые партии выполняли задачу поджигать, разрушать, создавать хаос. И ничто из этого не удалось. После победы в Национальной ассамблее автоматически пришел мир. Конечно, есть социальная напряженность из-за тех трудностей, которые мы переживаем в настоящий момент. Мы можем объяснить причины. Все они следствия экономической войны. А когда не срабатывают методы информационного, политического давления, в ход часто идет давление военное. И о рисках такого давления говорил и президент Венесуэлы год назад в России, о возможном решении, попытке решить вопрос со стороны американских соседей. Об этом недавно сказал глава Организации Американских Государств, чем вызвал серьезный гнев участников этой организации, в частности, ваших партнеров, латиноамериканскому блоку. А как вы на самом деле оцениваете вероятность такого вторжения? Давайте посмотрим, что происходило в истории многих латиноамериканских стран и других стран на мировой арене. Только на нашем континенте мы можем вспомнить Чили в 1973 году, когда использовали механизмы, очень похожие на те, что сейчас открыто применяются по отношению к нашей стране. Как тогда говорил госсекретарь Киссинджер, мы заставим трещать чилийскую экономику. И это то же самое, что сейчас они пытаются сделать с нами. Что они сделали? Они создали военную хунту, свергли Сальвадора Альенде, конституционно избранного президента, и убили его. То же самое произошло в Гондурасе в 1954 году, когда президент был свергнут потому, что пытался притворить жизнь мерой на благо народа. Поэтому такое и сегодня весьма вероятно. Разумеется, они хотели бы это сделать. Но на данный момент у них нет оправдания для военной агрессии по отношению к нашей стране, как это случилось в Ираке. Его обвинили в обладании химическим оружием. Саддам Хусейн был убит, а страна под этим ложным предлогом была практически разрушена. То же самое произошло в Ливии. В Сирии могло произойти то же самое, но, к счастью, сейчас она получает помощь правительству в России. Да, мы подвергаемся этому риску. Об этом говорил не только генеральный секретарь Организации Американских Государств. То же самое говорил сеньор Трамп. США говорят Организации Американских Государств, что военные акции против нашей страны – один из возможных механизмов. Большинство стран нашего региона ответили, что не согласны с таким выходом. Но были и другие. Например, Колумбия, которая поддерживает эти планы. Кроме вторжения, есть еще одна практика, которая сегодня выглядит вполне современной. Это покушение на лидеров стран. Как вы оцениваете эти риски? Кстати, в Латинской Америке они тоже применялись и небезуспешно. Президент Панамы Тарихас, например. Много других. Да, правильно. Именно так. Это обычная практика империализма. Когда возникает какой-то лидер, который защищает свой народ и стремится к политической и экономической независимости, к праву избирать свою собственную судьбу. Каждый раз, когда это происходит, Соединенные Штаты активизируются. И с нами это произошло. И сейчас мы наблюдали попытку убийства нашего президента Николаса Мадуро 4 августа. К счастью, она сорвалась. А причастные к ней люди из оппозиции были арестованы. Но дело было очень серьезным. Могла быть уничтожена вся верхушка военного командования, представители властей нашей страны, общественных организаций, аккредитованные в Венесуэле дипкорпус. То есть могла произойти бойня. И мы знаем, что они не прекратят эти попытки. В эти дни были раскрыты другие аналогичные планы бывших военных в наших вооруженных силах, которые также пытались убить президента Мадуро. С другой стороны, вас могут обвинить в том, что неудачное покушение – это прекрасный способ расправиться с оппозицией внутри страны. Да, оппозиция приводит эти доводы. Но она не может опровергнуть факты того, что лидеры наиболее жесткой ее партии были связаны с попыткой покушения на президента. К тому же следует подчеркнуть, что весь иностранный дипломатический корпус тогда был рядом с президентом и тоже мог пострадать. Он видел, что это была не постановка, не монтаж. Это была реальная попытка убийства. Современное государство сильно своей экономикой. И задача венесуэльского правительства, так же, как и российского, это укрепить собственную экономику, удовлетворить социальные запросы своих граждан. Социальная реформа, которая разработана правительством и сейчас претворяется в жизнь, подразумевает очень большой набор существенных шагов. Это и индексация зарплат, с одной стороны, с другой стороны, поднятие цен на бензин до уровня рыночных. Как реализуется эта реформа? Какие встречает препятствия? Действительно, мы согласны с этим определением. Ответственность, которая есть у правительства, у государства перед своим народом, гарантировать ему как можно больше счастья, возможностей, конечно же, работы, достойной жизни. Это то, что делало наше правительство, начиная с Уга Чавеса. Я вкратце расскажу об этом. При команданте Чавесе было очень большое количество социальных проектов поддержки. Это и жилищные программы, как их не видели нигде в мире. Программы, связанные с достойными пенсиями для пожилых людей. От 700 тысяч пенсионеров сейчас мы пришли к 3 миллионам. Это очень большая и почетная задача ответственного правительства, который стремится к счастью своего народа. В области занятости мы тоже достигли показателей, которых не было никогда раньше. Количество студентов тоже очень сильно выросло. Было создано при президенте Чавесе очень много предприятий в союзе с Россией, Белоруссией, Аргентиной, в свое время с Китаем. Все это было направлено на индустриализацию страны. Это было одной из важных задач, с целью меньше зависеть от нефти. Наша страна очень сильно зависит от нефти. К сожалению, когда командант Ичавес умер в 2013 году, сразу же возник момент, который мы называем экономической войной. Байкотировалось производство, бойкотировалось распределение. Наши товары народного потребления незаконно вывозились в Колумбию и Бразилию. Президент Мадуро принял защитные меры. Были повышены минимальные зарплаты наших работников, с целью поднять их покупательную способность. Но экономическая война продолжалась. У нас нет времени, чтобы говорить обо всем, но об одном факте я упомянул. Венесуэльскими оппозиционерами в США была создана страница в интернете, которая называется «Доллар Тодей». Создана, чтобы атаковать венесуэльскую экономику. И за дня в день на ней безосновательно занижался обменный курс нашей валюты. Эта индуцированная инфляция наносит нам очень большой вред. И, конечно же, внутри страны тоже есть недобросовестные торговцы, которые пользуются этим для того, чтобы воровать деньги. По-другому это не назовешь. Уровень инфляции, в частности, поэтому вырос так сильно. Свою лепту в ее рост носит и Международный валютный фонд, когда заявляют, что инфляция в Венесуэле в этом году вырастет на миллион процентов. Финансовая блокада, которой мы подвергаемся, не позволяет нам совершать платежи, как в любой нормальной стране. Например, когда мы должны платить поставщику за пшеницу, за зерно, то вынуждены искать какие-то альтернативные пути. И все это было создано специально и с единственной целью, для того, чтобы дестабилизировать и привести к краху наше правительство. Да, мы в последние годы все чаще убеждаемся в том, что правила, разработанные Международным валютным фондом, подходят далеко не всем. И, как правило, подходят только тем, кто его создавал. Тем не менее, вы видите возможность уйти от зависимости доллара? Какую роль здесь могут сыграть криптовалюты? И какие могут быть альтернативные решения в виде взаимодействия с другими валютами, расчетов национальных валют, валюты с вашими партнерами? Да, это так. Я коротко скажу, что мы говорим не только об этих финансовых институтах. Мы говорим о лабораториях, которые сидят и думают, как нанести наибольший ущерб Венесуэле. Каждый раз, когда президент Мадуро принимает какое-то экономическое решение, социальное решение, принимаются меры, направленные на то, чтобы торпедировать эти решения. И что касается других мер, которые мы предпринимаем, то мы стремимся не только урегулировать макроэкономику. Президент в своем плане из 10 пунктов обозначил вопросы, которые связаны с финансами, с обменным курсом, с налогами, а также с поддержкой зарплат, чтобы не терялась покупательная способность. И то, о чем вы говорили, криптовалюта, в этом плане ей отводится большое место. Она была создана по решению президента Мадуро в декабре 2017 года. Первая и единственная криптовалюта, которая была создана государством и которая, кроме того, поддерживается богатством нашей страны, а конкретно баррелем нефти. Поэтому она и называется Петро. Не мы ушли от доллара, нас отодвинули от доллара, нас лишили работы с валютой, с которой работает практически весь мир. Нас заставили выбрать альтернативный путь для того, чтобы мы имели возможность выполнять взятые на себя обязательства. И мы создали все механизмы для того, чтобы наши частные и государственные предприятия могли оплачивать продукты питания и лекарства. Президент Мадуро принял решение быть более сдержанным и осмотрительным при объявлении конкретных мер. Ведь как только он объявил, что будет применять Петро в декабре 2017 года, уже в феврале президент Трамп пригрозил санкциями тем гражданам США, кто захочет использовать Петро. То есть пытаются ограничить наши возможности, но они этого не смогут. Еще мы приняли другое решение. Дать возможность нашему центральному банку обеспечивать нефтяными месторождениями наши финансовые бумаги, чтобы у нас были ресурсы, которые необходимы для поддержания экономики. У меня, наверное, завершающий вопрос, господин посол. Каковы ваши прогнозы по ситуации на нефтяном рынке в ближайшие месяцы, особенно после 4 ноября 2018 года, когда вступят в силу санкции против Ирана, сначала отмененные, а теперь вновь введенные? Нефтяной рынок в последние несколько лет показывал негативную тенденцию, особенно в отношении стран-производителей нефти. В декабре 2015-го, в январе 2016-го стал ощущаться резкий обвал цен на нефть. Это повлияло на все страны-производители нефти. Но президент Мадуро повел переговоры со всеми странами ОПЕК, и не только, в частности, с Россией, о том, чтобы цены могли вырасти. Это заняло несколько месяцев, но в итоге было заключено соглашение главными участниками которого стали страны ОПЕК и Россия. Это позволило нефти достичь сегодняшнего уровня, очень близкого к 70 долларам. Мы входим в состав стран-производителей и не пытаемся очень сильно менять цены, потому что мы понимаем, это может дестабилизировать нефтяной рынок вновь. Венесуэла, понимая все это, четко исполняет рекомендации комитета по контролю за исполнением соглашения. Если санкции не позволят другим странам торговать с Ираном, посмотрим, что будет с предложением нефти-сорца. Лучше было бы разрешить Ирану продавать свою нефть, потому что нет никаких причин держать его под санкциями. По крайней мере, дать ему возможность торговать со странами Европейского Союза, которые не поддерживают это решение США. Или запустить другие механизмы, например, механизм, созданный Китаем, чтобы впредь вести торговлю нефтью за юани. Это уже начало краха системы торговли нефтью за доллары. До сих пор Соединенные Штаты не позволяли больше никому это делать. Тех, кто решился на это, уже нет в живых. Это президент Ирака, это ливийский президент Каддафи. С Китаем американцы не смогут этого сделать. Многие народы с нетерпением ждут разрушения этой гегемонии США. Спасибо большое. Я надеюсь, что кому-то из нас точно должно удастся выйти из-под этого пресса живыми и более сильными. Но я думаю, что никто не будет возражать, если сильнее за это время станет и наша дружба. Большое спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова